Всем привет! Сегодня мы приехали в горы, ну буквально на часок, потому что потом мы отправляемся на празднование новорожденного пятого ребенка в семье нашей приятельницы. И мальчишки сегодня будут продолжать учиться кататься на лыжах. Я так обещала себе тоже научиться и не сделала этого. Почему? Какой-то конкретной причины нет. Очень быстро пролетела зима, то гости, то какие-то планы на выходной день. И не знаю. Я занялась другими целями. Так как малыши только учатся ездить и сезон довольно короткий у нас получился, то мы берем лыжи в аренду. Маленькие и прям с вот этими ботинками. У мальчишек по одному инструктору это, я вам скажу, недешевое удовольствие. Но они уже несколько раз в этом году учились ездить. У Захарки это пятый раз, а у Игнашика третий. Здесь такой подъемник для самых маленьких. Но они постоянно с инструкторами. Игнашка! Здесь вот большая горка, а здесь маленькая для того, чтобы учиться. И да, в этом году я снова прошляпила. Захарка с Игнатом уже едут наверх. И я хотела бы посмотреть, как они съезжают. Хотите поделюсь своими наблюдениями? Большинство девушек накрашены здесь. Сколько очень часто и в бассейне, как минимум с сушью и с бровями. Но я наблюдала разные ситуации, когда это он, континг, все остальное удивительно. Едет, 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 едет. Кстати, свой первый влог я тоже снимала здесь. Мы приезжали сюда в бассейны. Здесь тоже вот эти термальные источники, то есть натуральный подогрев. Сауны. Здесь же есть отель. Но мы никогда здесь не останавливались, так как это где-то полтора часа езды от Кракова. И мы обычно набегами сюда. Здесь есть несколько спусков. И Томак сегодня будет снова учиться ездить на сноуборде, потому что последний раз он становился на него 11 лет тому назад. Кажется, до меня дошло, до чего была сделана эта обувь. На такой подошве. Это же настоящие снегоходы. Вот там виднеются Татры, очень красивые горы. Летом здесь тоже здорово. Нет солнца, а то я вчера сделала себе кислотный пилинг и не совсем планировала ехать в горы. Так что сегодня я намазалась всеми возможными фильтрами и вот гуляю, пока мальчишки ездят. А еще Евросоюз поддерживает строительство таких комплексов. Здесь все фоткаются обычно. Все так холодно, что всем все равно. Ну и тоже время обеда. Я такая голодная. Жизнь наладилась. Теперь мне тепло и будет вкусно. Такой маленький кофе за 2,5 евро может быть вкусным. Оказалось, что может. Действительно, очень редко можно купить реально вкусный кофе. И в этом случае цена реально оправдана. Как же это красиво. Приветики. Я тут готовлю обед. У меня уже запекается курочка. В последнее время мы с Томиком немножко больше заморачиваемся. И сейчас стараемся покупать мясо без антибиотика. И вообще, вот эта курица была желтой. То есть, я начала как бы сравнивать то, что мы ели раньше и то, что покупаем сейчас. И реально по вкусу это тоже другое мясо. Сейчас я не ем ничего жареного, только печеное. И даже ограничиваю сырые фрукты. Томик сказал, что осенью он посадил здесь нарциссы, тюльпаны и что-то еще. Крокусы. Пока что ничего не выросло. Вот приходил садовник, посмотрел и сказал, что все наши деревья принялись. Ну, к сожалению, деревья и растения. Но, к сожалению, одно из деревьев, которое было посажено до того, как мы купили дом, оно умерло и пришлось его вырезать. Здесь у меня в процессе приготовления самый простой весенний салатик. Помните вкус этих первых свежих огурцов? Где-то в конце мая, возможно, в начале июня. А сейчас, пожалуйста, весь год можно купить что-то такое. Но, опять же, по вкусу отличаются те, которые типа органические, типа потому что лично я никакой гарантии не имею. Но вкус тоже другой немножко. Хочу вам кое-что сказать. Посмотрите, какой у нас ветер. И причем такая погода удерживается уже на протяжении нескольких дней. Ветер сорвал вот эти чехлы из Икеа, которые мы купили специально для того, чтобы накрывать мебель для террасы. И один куда-то унесло, мы его так и не смогли найти, хотя обошли все окрестности. Придется новый покупать. Есть повод ехать в Икеа. А вообще, мне немножко поднадоел белый цвет. Белый и синий, ну как-то слишком светло. Я вам говорила, что иногда мне хочется чего-то такого очень монотонного. А сейчас хочется цвета. Поэтому я, скорее всего, уберу вот этот сервиз синий. На его место поставлю хрусталь. Мама Томака обещала дать нам его, который где-то там лежит на чердаке или где-то. Ну, короче говоря, он никому не нужен, а я люблю хрусталь. И вообще, когда поедем в Украину, то, скорее всего, я заберу хрусталь у бабушки. Она тоже говорила, что это мое приданное, так что, как только поедем на машине, нужно будет привезти все свои драгоценности. И хочется купить какие-то цветные шторы. Я думаю о зеленом цвете, так как у меня есть зеленый ковер сюда. Ну, то есть, такой бежево-зеленый. Я принесла бы его на это место и добавила бы зеленый цвет. И я надеюсь, что... Я не надеюсь, я уверена, что я поснимаю влог. Пока что я все просматриваю онлайн и уже потихоньку продумываю праздники. Зачем это делать? Просто потому, что у меня есть такое настроение, у меня все меняется. И поэтому мы не вкладывались особенно как-то в шторы. Это обычные шторы из Икеа. Сейчас куплю новые и будет у меня несколько комплектов, которые будут менять в зависимости от того, чего мне хочется. Муж не против? Молчит, терпит меня. А еще? Слушайте, было 8 марта. Правда, этот букет уже практически умер. Но вечером прям поздно приехал мужчина и привез мне подарок. Да, у меня нет еще одной вазы, было очень много цветов. И поэтому все так стоит, сейчас выброшу. Но Томак так немного поднапрягся, потому что непонятно было, от кого букет. А это меня Даниэль Валлингтон поздравили. Он был шикарным. Я показывала вам в Инстаграме. И, по-моему, потом так и не написала, от кого он был. Но это не от любовника. Приятно, когда о тебе не забывают партнеры. И смотрите, что еще у нас здесь. Я не помню, я вам говорила или нет, но у нас еще одних соседей украли машину. Просто обалдеть. Томак с мальчишками купили скворечник. Я ему говорила, что он слишком маленький. Я не видела здесь ни одного воробья. И вообще, все птицы, которые к нам прилетают, они такие большие. Я говорю, каким образом они сюда поместятся. Ну, зато детишкам было по приколу. Видите, есть одно дерево справа, а слева нет. Но так как наши соседи посадили какие-то деревья, которые должны нас отгородить. Вообще, я очень долго сомневалась, когда мы хотели купить этот дом. Как будет с соседями? Потому что мы настолько близко, а все постоянно на работе. Я единственный человек. Ну, не единственный. В всяком случае, среди самых близких соседей, которые постоянно работают дома. Так что я могу тут хоть топлив загорать. Здесь никогда никого нет. По эту сторону один раз соседи устраивали гриль. По эту тоже один раз за весь сезон. То есть весна, лето и осень. Так что мы тут единственные, кто мешает людям спать. Но пока что никто не жалуется. Так, покажу вам, из чего же сделан интригующий всех и каждого фиолетовый салат, который довольно регулярно появляется на нашем столе. Почему? Потому что это довольно популярный салат в Польше. Они любят здесь все майонезное, жареное. И мой Томак ест майонез. И вообще не ограничивает себя никаким образом в питании. Это взрослый мужчина, которого я не изменю и даже не пытаюсь. Поэтому я ем одно. Он ест другое. Как хозяйке, мне реально сложно находить какой-то баланс в этом во всем. Потому что иногда приходится готовить сразу несколько. Но вот видите, себе, допустим, свежий салат. И детям. Да, Томак с братом будут есть этот. Короче говоря, что нам понадобится? Это вкусно. Блин, если бы я могла, я бы тоже ела все с майонезом. Поверьте мне. Это очень вкусно. Просто мой желудок в шоке. И с самого детства мне приходится следить за этим. Я для вас сниму свой дневник питания. Потому что я сейчас более как бы тщательно подхожу к этому вопросу. Потому что в прошлом году мое здоровье послало меня на три веселых буквы. В общем, кстати, когда я говорила, что я выражаюсь матом, то я имела в виду польское слово «курова» по большей части. Не знаю, по-русски я очень редко отюкаюсь. Значит, берем эту фиолетовую капусту и нарезаем ее таким образом, чтобы можно сто раз объяснять, но лучше один раз показать. Где-то вот такими кусочками. Я прекрасно знаю, как работает мой блендер. У меня это браун. Я люблю технику браун. Хотя не могу сравнивать с чем-то другим, потому что когда что-то покупаю, просто беру эту марку и все. Возможно, есть какие-то покрутия. У кого есть термомикс, девочки, признавайтесь, я уже сколько? Лет 7, наверное, присматриваюсь к термомиксу. И смотрите, не заполняем блендер полностью, потому что он потом сделает из этого какую-то кашу-малашу, а нам нужны кусочки. Вот что-то такое нам нужно. То есть не мельчите. И так проделываем со всей капустой. И с луком. Нечего тут его нарезать. Девчонки, вы спрашивали меня в инстаграме, что за гель-лак. Я... Фиолетовые ногти. Очень красиво. Теперь на фоне фиолетового цвета еще красивее выглядит маникюр. Это не мой оттенок лака. Я была в салоне уже второй раз подряд. Я подсматриваю техники. Мне интересно тоже чему-то научиться. Вы знаете, что я абсолютная самоучка. И реально это работает. Ну, то есть, когда я вижу, что кто-то там делает что-то по-другому, я потом пробую это применить у себя. И если вы знаете, есть ли в Сэмилаке или в каком-то другом бренде вот такой же мчужный оттенок, полупрозрачный. То есть, он без этого перламутра, но смотрится, видите, как аккуратно. Я бы такой тоже хотела. И в палитре Сэмилака я пока что такой молочный цвет не нашла. Поэтому напишите, что это. И я, балда, поехала на маникюр с компьютером. И я просто даже не заметила, что это за марка, честное слово. Так что жду ваших рекомендаций и надеюсь, что отмоется. А то неделю тому назад у меня были оранжевые руки, теперь фиолетовые. Я все-таки взяла миску побольше. И если вы живете в Польше и вам нравится такой остренький майонез, то попробуйте вот этот. Я не знаю почему, но многие наши знакомые покупают и признают только этот. Салат в готовом виде. Жду, когда сварится картофель и будем обедать. Дорога как в сказке. Игнашка как всегда. Очень сильный ветер, но попробую вам рассказать. Этот замок вообще-то называли вторым Вавилом, потому что он был очень красивым и значимым. В то время он был построен в 14 веке. Идем проверить. Мальчишки ищут какого-то рыцаря. Я всегда хожу в этой куртке на фитнес. Это Лиджо. И никогда не пачкала вот воротник. А теперь я накрашена. Иду и думаю, чем бы ее почистить. Это эко-кожа. Гламурно жить не запретишь. Так, это очень хороший знак. Слушайте, мы обошли вокруг. И оказалось, что этот замок реально очень большой. У нашего Захарки сегодня день рождения. Представляете, ему 6 лет. Я сама не могу поверить. Сто лет не живет, живет нам. Сто лет, сто лет не живет, живет нам. Еще раз, еще раз. Не живет, живет нам. Не живет нам. А кто? Захарик! Ну, па! Взрослого лучшего, сына. Браво, все заеду. Молодец! Папа пошел за подарком. Сказал Игнату, по секрету, Игнат нас сдал. Он уже 5 раз, он уже 5 раз Захару сказал, что мы купили. Так? Пятный, фразиональный, тереновый ровер с прерзутками гурский. В колорах ватмана. Ага. Нравится Захар? С прерзутками тут есть. Видолем. Это же настоящий ровер, не забавный. Купили велосипед? Почекай, поедешь. Ой, дома. Томак, открывай балкон. Захарик, у тебя самый крутой велосипед. Пятый, четвертый, четвертый. Ты будешь сейчас под гуркой выезжать на валы без проблем. Даже без проблем, знаешь? Лампка. Лампка. Лампочка скорости. Бедон. Какие эти? Колеса. Могу ездить по дому, потому что он чистый. Ну, ты же. Можно ездить по дому. Трудно будет закладывать. Можно ездить по дому, он чистый. Душь, дашь посидеть гуси на хвилке? Угу. А ты себе сделаешь jakiś там сок. Только я тебе вымыję tą бутелку. Нет. Она есть новая. Но она есть новая, вишь? То там не знаю, кто и как я продуковал. Игнату тоже уцин надо срочно. И давай. Парни? Срочно? Нравится? Ты на Захаркином теперь будешь ездить, Игнат. Ты достанешь Захаром, ты какие-нибудь на червоне. Помните, после праздников я показывала вам фотокнигу, которую мне подарила Валя? Это невеста моего брата. Да, мой брат женится. Вот такая неожиданная новость. Так что мы всем семейством готовимся к этому торжественному событию. И я не говорила, где она ее заказывала. Многие спрашивали. Это украинская компания. И оказалось, что моя зрительница работает там, узнала их изделия. И сказала, что они подготовили для меня подарочек. И сегодня он ко мне приехал. Давайте посмотрим, какие фотографии они выбрали. Боже, спасибо огромное. Мне так приятно. В общем, в чем суть? У них есть своя программа, куда просто загружаются фотографии из вашего инстаграма. И вот я вижу, что они прислали мне какую-то дополнительную информацию, что можно даже подарить подарочный сертификат. И потом кто-то, кто захочет сделать фотобук, сам уже выбирает фотографии. И можно определиться потом, какое количество фотографий вы хотите загрузить. Ну, то есть, насколько большим будет альбом. И я себе обещаю каждый раз, что когда я поеду в Украину, то я обязательно закажу несколько альбомов, чтобы было как можно больше семейных фотографий. Я часть попрятала, правда. И здорово. У меня теперь именная фотокнига. Спасибо. Это одна из моих самых любимых фотографий. Это вот Лена приезжала в прошлом году. Мы вчетвером гуляли. Так, 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 Ранмагеддон. Томаш участвовал с Захаркой обязательно в этом году тоже. Будем... Это моя подружка выходила замуж. Я была свидетельницей. Это в Монако. Поездка. Тоже классная фотография. Немножко на себя не похожа, по-моему. Наш отпуск. Это был здоровский день. Вообще, я загружаю в свой инстаграм те фотографии, которые у меня связаны с какими-то событиями. А не просто фотка ради фотки. Так. Это классная поездка. Вообще, самые классные новогодние праздники. Моя мама... Самая популярная фотография в моем инстаграме. Фотка с мамой. Это моя хорошая подружка Кая. Брат. Фокус. Вот такой высокий. Он, между прочим, даже выше, чем мой папа. А почему я метр шестьдесят два? Я так и не поняла. Это мой двоюродный брат. Андрей его зовут. Поездка в горы последняя. Это второй день после моего дня рождения, после загула. И это уже практически весна. Первый теплый день. И очень нравится вот эта фотка. Так. Спасибо большое. Теперь у меня два альбомчиков. Я надеюсь, что я распечатаю такие все свои фотографии. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я начала этим заниматься регулярно. Я не знаю, что со мной не так. Ну, короче говоря, спасибо. Приехала моя вторая часть заказа из iHerb. Я тут еще храню пустые упаковки того, что вы мне насоветовали. И я пробую кое-что из ухода. Скоро выйдет отдельное видео с моими новыми фаворитами. А пока что покажу вам, что я постоянно докупаю. Это орешки кешью. Причем малыши уже топтали одну упаковку. Это сушеная клюква. Она без сахара. Мне нравится. А этой девочке мне в инстаграме тоже присылали ссылки. И говорили, что стоит приобрести. Действительно очень хорошая вещь. Я уже одну использую. Это средство для дезинфицирования рук. Или для дезинфекции, как правильно. Короче говоря, когда дети, это нужная штука. Потому что не всегда есть возможность помыть ручки. Кетчуп. Куда же без него. И еще здесь у меня классные приправы, которые я наконец-то выловила. Итальянская смесь. Здесь, насколько я помню, да, орегано, майоран, тимьян, базилик, розмарин и сейдж. Я не помню, что это. Но это должно быть вкусно. Никогда не хочется смешивать. Просто беру такую приправу, добавляю в какой-то томатный соус. Знаете, что я очень люблю этот бренд. А вот это сейчас будем пробовать. Это смесь для панкейков. Значит, здесь нет обычной муки, а миндальная мука. Есть хочется, блин, сладкого чего-то. Видите, здесь миндальная мука. Не помню, что это. Органический кокосовый сахар. И сейчас хочу попробовать. Интересно, насколько это вкусно и как это будет по сравнению с моими любимыми смесями. Я оставлю вам ссылки внизу на то, что я люблю. Блин, я блондинка. Я только что побеседовала с вами. И потом у меня закончилось место на карточке. И я случайно удалила весь свой монолог. Это уже не впервые. Поэтому я сейчас повторюсь. Томак едет с малышами заплатить за парикмахера. Он просто забыл деньги. Я хочу повылтать с вами на несколько тем. Поделиться. Помните, недавно я тестировала вот этот гель для бровей от L'Oreal. Если вы пропустили это видео о недорогой косметике, то я оставлю ссылку внизу. Показываю здесь. Короче, где-то она будет. И это средство мне очень понравилось. Я придерживаюсь своего мнения. Но я не заметила, чтобы этот гель оставлял тинт. Потому что я наносила его в минимальном количестве. Сегодня я сделала из себя такую чуть-чуть брежневу. Для того, чтобы проверить, насколько же работает эта штука. И мне она очень нравится. Если где-то увидите, то обязательно попробуйте. Классный продукт для бровей. Теперь вообще другая тема. Я нахожусь под огромным впечатлением после просмотра фильма «Покидая Neverland». Я не могу сказать, что я самая ярая поклонница Майкла Джексона, его творчества. Но всегда, когда я слышу мои любимые треки в его исполнении, я делаю громче. Когда я где-то там на дискотеке слышала его, опять же, песни, я зажигала по полной. Ну, то есть, мне нравилось то, что он делал. И я не особо вникала в его биографию. Кстати, когда вышел фильм о его жизни, я тоже смотрела. То он мне даже CD подарил. Сейчас у меня нет CD-рома. Вот в топе это вообще прикол. Видите, какой технологический прогресс. И даже вот недавно он принес журнал, в котором есть, это даже больше газета, в котором есть интервью. Я пока что не читала. Мне настолько обидно. Обидно, знаете почему? Я понимаю, что у человека были конкретные психологические отклонения. Я не понимаю, почему никто не оказал ему должной помощи. Это раз, это все тянулось родом из детства. Но обидно то, что никто не наказал мамаш. Если вы смотрели этот фильм, он доступен на официальной странице HBO. Я даже специально подписалась. Состоит из двух частей длиною в 4 часа. Поэтому готовьтесь, если вы собираетесь посмотреть. В общем, кто смотрел, поделитесь, что вы думаете на эту тему. Деньги могут оказывать как негативное влияние на человека, так и положительное. В этом случае это было максимально негативное влияние на родителей. В первую очередь, которые находились в тумане. Это их абсолютно не оправдывает. И я не хочу сказать, что вот Джексон такой хороший, а родители ну-ну-ну. Просто родители, мне кажется, хотели протоптать дорожку в карьере своих детей. Но только какой ценой? Я как мама шестилетнего ребенка не представляю себе, что я оставила бы своего мальчика на ночь со взрослым мужчиной. Да, пусть он кажется безобидным. Да, пусть он ведет себя как ребенок, как беззащитный. Но это же нездорово. Ему, блин, было 30 с чем-то лет. И как бы неужели никто не мог подумать, что у взрослого мужчины явно что-то не так. Так же можно сказать, что великие гения, не все там нет мира всего, у них свои тараканы в голове. Именно поэтому они создавали такие гениальные шедевры. И остается надеяться только на то, что эти люди реально хотели обратить внимание на какую-то более глобальную проблему, нежели просто каким-то образом повлиять на свою карьеру, как-то там, не знаю, стать более популярными. Мы живем в такое страшное время, что даже не знаешь, что на самом деле происходит. Несколько месяцев тому назад мы были на фильме, на польском фильме, он называется «Клэр». И там показали всю негативщину того, что находится за кулисами католицизма, того, что позволяют себе делать батюшки в католицизме. И я тогда вышла настолько морально убитая, я понимаю, зачем это все было сделано. Но большинство людей, мне кажется, увидят это и скажут, что я больше никогда не пойду в костел, потому что там одна педофилия, там вообще коррупция сплошная. Я как-то так воспринимаю подобного рода фильмы. То есть я стараюсь больше внимания уделять своему ребенку и наблюдать, что он смотрит в телевизоре, то есть какие-то мультики, с кем он общается, что его интересует и что будет дальше. То есть когда он станет подростком, будем посмотреть. Еще вскоре Томаш станет крестным папой. Я говорила, что в нашем окружении есть многодетная семья, и там недавно родился пятый девочке, пятый ребенок. Катя суперумен. И вот такой интересный факт о жизни в Польше. Раньше государство доплачивало за каждого, там, второго, третьего ребенка. То есть на протяжении 18 лет каждый месяц родители получают, ну, чуть больше 100 долларов. То есть это очень хорошая помощь. И представляете, сейчас Тома говорил, что с мая и на первого ребенка тоже будет такая социальная помощь. А у Касси, ну, пятеро детей, и получается, что у нее такая среднестатистическая нормальная зарплата. Мало того, когда дети вырастут, Касси будет, ну, и каждой женщине, которая является многодетной мамой, ей идет стаж, и она получит пенсию. Да, не какую-то заоблачно-высокую. Но, тем не менее, я тоже считаю, что воспитание детей это тот еще труд. И когда у тебя там четверо детей, не знаю, даже трое, как можно делать какую-то карьеру, да, и нормально, полноценно воспитывать детей. Я восхищаюсь такими женщинами, но совместить все и сразу еще, быть обалденной женой, и классной подругой, и дочкой, и вообще нужно иметь 48 часов в сутках, мне кажется, потому что где-то какая-то сфера жизни начинает хромать, когда ты чему-то уделяешь больше времени. По себе я тоже это замечаю, и меня это расстраивает. То есть, хочешь жить нормально, поши, потом у тебя не хватает времени на детей, и если ты занимаешься больше детьми, ты не можешь сидеть дольше на работе, и, короче, это какой-то замкнутый круг. Вот, такие новости еще я созрела к тому, что я продаю свою машину. Ей 7 лет, я больше покажу в следующих влогах. Она в идеальном состоянии, мне очень сложно с ней распрощаться. И вот спустя такое долгое время вместе, я теперь с удовольствием передам ее в добрые руки. На этом будем прощаться. Всех целую, обнимаю. Надеюсь, что вам было интересно. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok